Итак, перитовая сжигалка. Ну, если вы считаете, что проблема с огнедыханием таким образом разрешена, должно вас разочаровать. Проблемы только начинаются. Пока получили никакой не огнедыхание, а несчастный случай. Что делать с этим выдыхаемым факелом, дракончик, просто дракончик, разумеется, не знает. Внимание! Давайте подумаем. Предлагается списочек вопросов, которые надо разрешить, чтобы вот эту случайную возможность превратить в устойчивую, адаптивную форму поведения. Такую форму поведения, которая бы имела ярко выраженный биологический смысл. Здесь целый ряд вопросов решить надо. Он должен научиться пользоваться. Научиться пользоваться, в смысле? Он когда-то... Использовать его там против врагов, там, ну, мужа или не в себя, найти его, найти, ну, сейчас. Ну, учить его использовать. Может преодолеть боязнь для начала? Еще раз. Может для начала преодолеть боязнь огня? Преодолеть боязнь огня? Должен я вам сказать, что никакой боязни огня у живых существ нет. Это такие сказки, придуманные городскими людьми. Животные совершенно спокойно реагируют на огонь и начинают его избегать ровно в той ситуации, когда и люди его избегают. Лесной пожар. Вы что, будете стоять и с интересом смотреть, что это здесь происходит? Это вредно. Ну, а почему крупные хищники не подходят к костру? Потому что человек рядом с костром сидит. Вот избегание человека для большинства за много-много тысяч лет совместного существования на нашей планете, для большинства животных, тем более крупных животных, избегание человека – это норма? Ну, естественно, норма. Да? А вообще, пока огонь не потерял, ну, является вот локальным, да? Ну, когда огонь используют в обронительных целях? Какие живые существа используют огонь в обронительных целях? Или я вот выскочил, волчистая размахиваю, размахиваю пакет, да? Или сным пожаром для лодка-то. А, ну, да. И то, и другое неуправляемого огня, конечно. Ну, и вы бы, на самом деле, если какой-нибудь там, я не знаю, так скажем, не очень умный молодой человек, да, ворвался в вашу компанию, размахивая пакет. Это что, значит, что вы огня боитесь? Да нет, вы дурака боитесь в данном случае. Дракончик, он умеет управлять, он не может, он не специально его выдыхает, у него просто когда отрышка, тогда и огонь появляется. А, да, а, да. Значит, взять под контроль само явление огненного выдоха, да, чтобы оно потеряло случайный характер, а носило закономерный характер. Согласен, надо это решить. Итак, первое. Контроль. Контроль над огненным выдохом. Хорошо, еще одна проблема есть. Точнее, не одна даже. Нам для этого научиться специально делать, чтобы камни встаняли на зло. Во! Ведь дело в том, что со временем при использовании, что с этим камнем? Он скачивает. Он скачивает. И рано или поздно что сделает? Просто выпадет. Так? Или перестанет входить в контакт с верхними зубами, и никакой искры не получишь. Значит, каким-то образом корректировать и менять положение самого кристаллоперита. Задача вроде совершенно фантастическая. В любом уровне. Посмотрим, насколько она фантастична. И так, опять же, контроль кристалла. То есть его положение, его размер, если успел подправить и так далее. Хорошо? Хорошо, переспособить ротовой полости вот к огню, то есть чтобы не было... Во-во-во-во-во-во! Какое-то предохранение ротовой полости. Глотки, ротовой полости. Пускай хоть на пару секунд, но все-таки факел возникает во рту. Пускай газовый, да? Значит, защита в лобке. Можешь опять же контролировать отрыжку. Ну, как мы говорим. Представляете, может идёт, идёт, а у нас равна. Мне нравится. Не свободно. Ребята, а есть ещё одна вещь, которая вам просто не приходит в голову. Скорее всего, вы, если даже в эту сторону думаете, держите это вместе с одним из пунктов контроля. Ну, представьте, что у вас есть там, я не знаю, резиновая ёмка с некоторым горючим газом. Вы можете открыть кранчик, и газ начинает из неё выходить. Вы в эту струйку выходящего газа вносите пламя зажигалки, загорелось. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы эта система сработала на порядочное расстояние, что надо обеспечить? Силу. Давление... Значит, давление в струе, во-первых, а во-вторых, если газ выходит широким веером, вот так, широким веером газ выходит, тогда бакел далеко будет распространяться или нет? Нет. А если мы его сфокусировали? Значит, далеко. Вот тогда далеко. Фокусировка пламени. Для того, чтобы хотя бы минимальную дальнобойность получил такой огнеметик, а точнее не огнеметчик, а паяль на лампу или автоген. Так что огнемет всё-таки горячую жидкость выбрасывает. А у нас газ выстроен. Так? Значит, необходимо как-то фокусировать этот поток. Четыре. Фокусировка. А можно еще добавить? Еще добавить? А эмаль вот у зуба стачки совсем не будет? Ага, хорошо. Износ зубов. Еще научить долго выдыхать, так? Ну, то есть... Выдыхать, выдыхать, выдыхать. Громко говоря. И никогда не вдохнуть. И никто не хочет вот так. Хорошо. Отлично. Время выдыхать. Так. Кстати, ребят, газовый факел при выдохе или при домашке? В любом явлении выдох, это работа дыхательной системы. Нет, это отрыжка. Это отрыжка. Выдох-то здесь ни при чем. Это понятно? Так что рыгай долго-долго-долго. Да? Будет столько метана, чтобы продолжить рыв? О! Хорошая идея. Пополнение газовой смеси. Ну, на самом деле, не только метан. Само же, конечно, горючий. Ну, не настолько хорошо, насколько метан. Ну, по идее тоже горючий. Может, контролируют силу? А то, бац, и весь метан сразу террасходуют. Контролируют. Это вот у нас есть. Ну, а еще... А пятая, это что? Пятая зубы. Дело в том, что зубы-то тоже участвуют в этом ударе. А значит, с самолетом могут проблемы быть. Своё тело от огня? Ну, это уже... А какие части тела еще могут пострадать от этого хвоста? Слова от огня. Слова от огня. Слова от огня? Слова от огня? Слова от огня? Слова от огня? Вот. Ну, а направо не огня? То такая генетическая программа должна иметь шанс на дальнейшее продолжение или не должна? Ну, и все. Не знаю, может, какая-нибудь терморегуляция, что-нибудь в этом пункте? Терморегуляция, это здесь причем? Не знаю, нагрелся и стал пыхать огнем. Он же головку нагрел себе. Что, что? Он же головку себе нагрел. Головку нагрел. А вообще про то, что такое поведенческая терморегуляция мы говорили? Ведь если он перегрелся, что он слева это? Он в тенечку идет. А потом головку он себя каким-то хитрым образом нагреет при огне дыхания. А окна? Ну, давай посмотрим. Файкл. Понятно, что вот так идет поток газа, да? Да. Файкл срабатывает секунду от силы полторы, две уже много. Ну, просто запас газа-то не бесконечный. Да? Что будет нагреваться под действием такого файкла? Как это интересно, мозги нагреются. Извиняйте. Они совершенно в другом месте. Более того, они экранированы от самого файкла. Чем? Вот по этой линии, что это? Зубы. Да не зубы, а нёба. 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 Чтобы нагреть мозги, надо сначала перегреть нёба. Если у нас есть защита плотки, то перегреть нёба возникнет или нё? Не возникнет. Идея понятна? Да. Ну вот у нас уже предостаточный список. Давайте разбирать. Для того, чтобы превращать эту систему в более-менее адаптивную, то есть имеющую смысл некто биологический, да? Необходимо фокусировать выдыхаемую газовую смысл, так что иначе вы получите вот такое размазанное горящее облако, вот если вы ничего не сфокусировали, да? Прямо перед мордом. И от этого облака, если кто-нибудь пострадает, то это кто? Дракон, да. Но сам друг дракончик, так? То есть, чтобы получить какой-то биологический смысл, надо сфокусировать струю. А теперь давайте думаем. Первичная адаптация протодракона – газовый пистолет. Для того, чтобы хорошо пользоваться газовым пистолетом. То есть, травить хищников, травить жертв. Что надо с самого начала учиться делать с выдыхаемым газом? Направдаясь, переехать. Фокусировать. Понятно? На самом деле, фокусировка вот этого потока решается на предшествующем этапе. И не для огнетыхания, а совершенно под другую задачу. Пока еще никакого огнетыхания нет. Как можно сфокусировать газовую струю? С боком отмотия. Знаете, представляете себе кольц табачного дыма, который может выпустить курильщик? Да. Видите когда-нибудь, как это происходит? Такое кольцо неподвижно или на самом деле все время в движении находится? В движении. Это такой бублик, в котором струи газа идут по окружности бублика. Значит, тор смещающийся. Тором в стереометрии какую фигуру называют? Такой бублик. Ну, бублик и есть. Хорошо. Значит, дело в том, что в газовых системах вот такие подвижные торы являются устойчивой структурой. Они достаточно долго не разрушаются. Вот эти кольца газовые могут висеть достаточно долго. Так, и, кстати, медленно двигаться. Кстати, очень просто построить генератор газовых колец, газовых торов. Значит, берется консервная банка. Одна крышка ее, вот с одной стороны, аккуратненько вырезается. Во втором, противоположной стенке, гвоздиком пробивается маленькая дырочка. Вырезанную стенку заменяете резиновой мембраной. Ну, натягиваете, там, я не знаю, воздушный шерик. Так, плотно натягивается. Ну, как на барабанах. Так. А потом заполняете эту баночку дымом. Лучше плотным дымом. А потом держите баночку и постукиваете по мембране. И вот в момент удара из отверстия, это выйдет, только не сразу, а подбирать форму и диаметр отверстия. Как раз начнут выходить кольца. Не просто струя газа, а кольца газа. В результате формирование вот таких терроритальных газовых колец зависит от режима выталкивания газа и от формы отверстия. Переводя на нашу задачку, как можно добиться фокусировки газовой выдыхаемой струи. Чтобы отверстия дать. Газ горючий выдыхается через трахею или через пищевод? Через пищевод. Понятно. А в блоке рядом с пищеводом какая еще трубка открывается? Дыхательная. Дыхательная, трахея открывается. Ну и смотрим. Так. Прот-дракончик распахнувшая пасть. Отлично. Лиже к поверхности тела идет пищевод или трахея у всех позвоночных. Трахея. Отлично. Вот она трахея. Какой клапан стоит между лобкой и трахеей? На первом занятии разбирались в связи с дыханием лягушек. Как называется? У нас вот он. Он есть у всех татараполов. Да. Гартан. Совершенно верно. Гартан. Ага. А вот это что за труба? Пищевод. 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 Хорошо. Газовая смесь подается вот по этой трубе. Если подобрать форму картанной щели и режим выдоха таким образом, чтобы шла не струя воздуха на выдохе, а троритальные кольца, что окажется? Раз кольцо, два кольца, три кольца, четыре кольца. А газовый выдох где оказывается? В середине. Что не дает расходиться струе газа? Вращающиеся вот эти кольца. Так. Поток вот этих триоидальных кольц. Значит, тогда вопрос. Газовая струя оказалась отделена от стенок системы вот этими газовыми кольцами. Как же искра попадет туда? Вот хорошо, здесь работала сжигалка, искра должна быть уминивать. А искра это твердое тело? Да. Это твердая частица, это опять не газовая. Да. Так? Да, она распадет. Вот, конечно. Она просто инерция проскочит. Удар. Во время кутажа частица дана, предано некоторое ускорение, которого вполне хватит, чтобы прошибить газовое кольцо и вот так пройти по дороге, воспламеняя систему. Смотрим вот в этой, вот как раз вот в этом месте. Кислород в окружающей среде есть? Да. Есть. Горючечность есть? Да. Искра есть. Да. Что возникнет по центру? В газовый кольцо. Газовый кольцо. Газовый кольцо, который сжат, сфокусирован вот этими кольцами. Кстати, эти кольца, так же, как и у курилищика, они же вот так пройдут. Ну, а все-таки вот так пройдут. Да. Ну, так что он немножко открываться будет, так? Но он все равно остается сжат. Он не даст вот такого размазанного облака. Так? Идея к весна? Да. Хорошо. Следующий вариант. У кого-нибудь собака есть? Да. Или кошка? Есть. Никогда в пасть не заглядывали? Заглядывали. Заглядывали. Нега у них гладкая или жирчатая? Валичатая. Там такие поперечные валики стоят. А как по-вашему, а череп у собаки и кошки? Гладкий или с вот таким поперечным валиком на небе? Абсолютно гладкий. Вот сама кость, образующая костное небо, совершенно гладкая. А из чего вот эти поперечные валики взялись? Из какого материала? Из рогового материала. Из рогового материала. Роговые поперечные валики. Слизистая ртовой полости умеет роговевать. Вполне себе. Крайний пример – роговение. Самое крупное животное нашей планеты какие? Киты. Киты, значит, настоящие киты делятся на две подгруппы. Усатые киты и зубатые киты. Единственное, крупный зубатый кит – это кто? Белух. Не-не-не, намного крупнее белухи. Белух – это все-таки крупный дельфин. На порядке? На два порядка крупнее белухи. Кошелок. Кошелок. Отлично. А усатых китов почему называют усатыми? Там есть у зубов усики, которые… Усики. Классные. Нет, они… То есть как у комара примерно. Вот здесь. Вот здесь, где? Вот так, наверх, не губай. Нет. Вот в районе, где там. Ага. Так называемый китовый ус. Это что такое? Вот у собак и у гушек поперечная валька, роговение. Она не да. Так? А у китообразных? У китообразных эти роговения развелись в линии пластины. Так? Которые, если открыть рот, образуют сетку, стоящую поперед, поперед ртовой полости. Эта сетка используется в качестве фильтра. Ну, как питается такой кит? Делают глоточек. То есть, приоткрывая рот, растягивают стенки болтки. Кстати, ну, допустим, тот же самый середяной полосатик, сей вал, или тем более синий кит, блю вал. Сколько воды может к себе в лодку набрать? Много еще. Много. Много это как? 20 литров? Нет, больше 100 литров. Больше 100 литров? Больше. Больше тонн? Еще больше. Тонна это очень много. Литров 100. Ага, литров 100. Ага, больше 15 тонн. Больше 15 кубометров. Да? Если он делает такое всасывание скоплений планктона. Что такое планктон? Все понимают? Отлично. После этого что делается? Поперек ртовой полости опускается система китового улса, которая висит вот так вот на неме, да? Опустили ее. И после этого кит спокойно сжимает клубку. Вода что делает? Вода выталкивается снаружи. Где весь планктон? Во рту. А он просто запутался в китовом улсе. Потрясли слегка, попал на язык. Ага, после этого остается проплатить. А сколько примерно планктон зависит? Ну, зависит от плотности стая планктона. Опять же, если когда-нибудь дойдет дело до фильмов из Планет Earth, увидите, как выглядит скопление криля. Криль – это излюбленная еда кусатых китов. Вы увидите, что это такое. Это такая масса? Это такой слух в океане. Совершенно кишащий. Так что если скопление планктона достаточно плотное, то это за один платочек больше центнера. Или несколько центнеров. Но не тонн. Не, не тонн. А выдыхать он воду чуть ли не такой на спине? Что за глупость? Что? А что? Такое на спине – это что? Дырка. Дырка куда ведущая? Ну, наверное, выходная. Ребята, это ноздри. Ноздри. Это просто ноздри, это дорожка куда ведущая. В трахею, а дальше в бронхи, а дальше в легкие. Никакой воды через дырку на спине киты не выбрасывают. А что такое знаменитые китовые фонтаны? А это лучше такое. Китовое обычно в каких морях за китами находится? В тропических, в субтропических, в субполярных, в северных и южных. В районе Антарктиды китовые промыслы тоже, дай бог себе. А это значит температура воздуха какая. Огромная. Огромная. Маленькая. Низкая температура воздуха. Температура тела кита? Несмотря на воздух. Ну, чуть повыше, чем у нас. Ну, считай так, 37 с половиной. Так. Влажность воздуха в легких? Высокая. Конкретно? Ну, правда, 100%. 100%. Отлично. Теперь, вы, мы с вами не киты, у нас не такие объемные, да? Но, тем не менее, если вы подышите на холодное стекло, что окажется на этом стекле? Конденсат. Конденсат вы подышите. Пар. Конденсат. Все эти китовые фонтаны, это конденсат, который идет вместе с выдохом. Ну, поскольку выдох мощный, могут быть прихвачены брызги окружающей океанической воды. Но вот никакой такой воды из спины так киты не вливают. Ну, как на старых гравюрах, там может показаться, что они хотят там фонтан на установку смонтировать на спине, и оттуда шурует такой фонтан. Вот. Фонтана нету. Это выдох просто. Ну, и, возможно, какая еще штучка? А, возможно, еще простая. Если вот эти пластинки обгарения, которые могут возникнуть на нее, да, не перпендикулярны, вот так стоят, да, а под углом, ну, грубо говоря, вот такая косая направляющая на нее, сколченная, и вот струя на декальное воздухо, и страхея. Что делает эта струя? Она натыкается на косые направляющие, закручивается, вы получаете не терроридальная кольца, а получаете вы спиральный вихрь. Так? Который, что сделает с той же самой функцией выдыхаемой газовой смеси? Прочее, скажем, но спиральный вихрь менее устойчив, чем терроридальная кольца. Он не даст горящему газу прикоснуться к стенкам ротовой полости, но вот дальше он струю стабилизировать не будет, он дальше рассеется. Так? Так что видим, что даже несколько разных способов фокусировки есть, а заодно они оказались связаны с системой защиты. Потому что ясно, что если фокусировка вот такая срабатывает, горящая газовая струя может прикоснуться к стенам? Нет. Нет, не может. А теплопроводность воздуха какая, высокая или низкая? Производительная. Неская, соответственно, никакого перегрева не будет. Ну, вообще-то, возможно, такой тупой способ защиты волки. Вводим ороговение, просто мощное ороговение, и ставим мощные слюны железа. В этом случае факел, который возник здесь, его тепло внутри волки идет на испарение слюны, значит, ороговевшую полость волки повредить вообще нельзя, там живоприятных нет. Вроде бы защитились. Но лично мне такой вариант эстетически неприятен. Ну, что это такое, ребята? Слюнявый дракон, звоняющий паленой кошкой. Варианты с газовой фокусировкой по-всякому элегантнее, красивее. Нет, можно сделать щеки, чтобы он всегда. Ага, щеки. А вообще-то для рептилий щеки не очень характерная вещь. Ну, допустим, кстати, что такое, щеки, понятно? Ага, у крокодила щеки есть? Нет. А как бы выглядел крокодил, если бы у него были щеки, а заодно подвижные губы? Ага, давайте посмотрим. Он бы порвался бы. Они бы не расцветали. Значит, ну вот это у нас нормальный крокодил, да? Значит, понятно, что с ним будет, как он будет выглядеть, если распахнет пасть. Да. Отлично. Крокодилу пищу пережерут или нет? Нет. Допустим, данный конкретный крокодил Вася решил пережевать кусок пищи и начал работать челюстями. Кстати, движение челюстей не позволяет. Он может челюсти двигать вот так. А для успешного пережевания надо уметь еще вот так двигать. Понятно, что вы когда жуете, не только вверх-вниз срабатываете, но немножечко сдвигаете в сторону. У них таких мышц просто нет. Но, допустим, пробует разжевать. Что сразу произойдет с едой? Она будет где-то. Да, она просто вываливаться начинает. Он здесь ее измельчает, да? А боковых-то стенок нет? Да. Значит, поэтому, что такое щека? Щека – это боковая стенка из мягкой ткани, которая вот так вот выросла. А как он тебе не выросла? Убираем. Что? Он же тебе не сможет рот так сильно. Не сможет так сильно, а за все хорошо платить нами. Попробуйте открыть рот вот так. Ну, вот можете развернуть нос прямо вверх. Ну, близко к этому. Ага. А теперь подбородок прижмите к шее в этом положении. У вас что-нибудь получится? Нет. А ничего не получится, у вас так рот не откроется. У нас, знаете ли, щеки не дадут. Да и конструкция нижней челюстного сустава тоже. Идея ясна? Значит, ну вот как бы выглядел крокодильчик. Так, с щеками и губами. Это зачем бывает? А, на хороший вопрос. Значит, ясно, что это уже совершенно другой габитос, совершенно другой тип внешнего вида, рассчитанный на абсолютно другие способы захвата, извлечения, поглощения пищи и токера. Мы видим защиту лодочного и ротового отдела от факела, связанных с контролем. Так оказывается. Теперь давайте с вами немножечко по поводу формирования, возникновения контроля над этим действием. Можно достаточно глупо поделить все действия, которые совершают животные, на две группы. Врожденное и приобретенное. У человека какие действия являются врожденными? Ходить, есть, дышать. Нужно ли учиться врожденному программе? Нет. А приобретенный? Нужно в течение жизни. Как будут называться вот эти автоматические, на самом деле они сводятся уже к такому глубокому автомату. Нет, это не инстинкт, это репрессия. Инстинкт – это уже значительно более сложная форма поведения, которая будет включать и врожденные, и приобретенные. Это уже такая композиция цепая. Как в стратегической игре, компьютерной, да, из разных компонентов составленная набор. Вот. Хорошо. Ну, пример какого-нибудь сложного двигательного рефлекса приводить. Хватательный. Хватательный, согласен есть. Хождение. Хождение. Мы же сами рождаемся без программы хождения. Учимся этому потом? Да. Да, учимся. Причем через ошибки, естественно, учимся, как это и всегда бывает. Потому что, когда детенец только пошел, что он делает? Падает. Регулярно падает. Равновесие держит плохо. Координируется плохо. Но если все проходит нормально, со временем, что с его хождением? Оно быстренько. Улучшается. А годам к двум, к трем уже носится, как угорят. А годам к пяти, к семи уже координируется, дай бог как. Так? Вот сейчас. Когда вы можете, допустим, идти по улице, одновременно о чем-то важном для вас думать. Да. Ага. Надо ли вам все время сосредотачиваться на работе ног, на поддержании равновесия? Нет. Да нет, работают автоматические программы, которые окладились в течение вашей жизни. Почему? Да потому что это поведение для человека, для нормального существования в этом мире. Целый большой жизненный этап вы это тренировали в раннем детстве. Теперь это тренировали и пользуетесь. Хорошо. Если выясняется, что срабатывание газового пистолета штука выгодная, а вы помните, что это основа выживания для дракончиков, как по-вашему, если он не помер, начнется ли формирование навыков пользования газовым выдохом? Да. То есть управление отрыжкой, чтобы рыгать не в любой неподходящий момент, а только когда нужно. А при необходимости задерживать эту реакцию для того, чтобы накопить газовую смесь. Да, конечно. Обратите внимание, важная штука. У вас контроль формы поведения происходит после того, как возникло отне дыхания или до того? До. Внимание, контроль. А. Выдыхаемый струей. После, после. Да, до. Что? Газовая смесь, это что такое? Газовая смесь, которая является основой огнедыхания. Это что такое? Аж два из. Но это и есть бывшая боевая отрыжка. Согласна? Согласна. Если дракончик выжил, то он обучился в течение своей жизни пользоваться, вот как я говорил, когда нужно, провожу отрыжку, когда не нужно, не провожу, когда нужно, задерживаю и так далее. Точной фокусировки научился? Да. Научился. Вопрос. Управление этой формой поведения, огнедыханием, управление огнедыханием происходит после возникновения огнедыхания или до? До. 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 В ходе научения управлять какой системой? Отрыжкой. Отрыжкой. Газовым пистолетом. Ведь природа-то явление одна и та же. Все поняли? Да. Вещь на самом деле принципиально важная для того, чтобы разбираться с эволюцией. Обратите внимание, у нас управляющая система сложилась еще до того, как возникло само явление. Как она умудрилась сложиться? Она является регулятором другой формы поведения. Газовая отрыжка. Идея не сна? Мы с вами сплошь и рядом будем сталкиваться с такими ситуациями, когда признак в эволюции, новенький признак, да, появляется сразу как бы в готовом виде. Такое ощущение, что, ну я не знаю, либо божественное проведение, либо маленькие зеленые человечки, которые управляют всем на земле. Здесь же не важно, какую объяснительную причину брать, важно, что что-то лежащее за пределами рационального мышления. Как будто вот такая сила взяла и готовую уже форму поведения, или форму органа взяла и вложила в тело. Да? Вот мы с вами очень внимательно разберемся с этим. Откуда это берется? Это важнейший из механизмов эволюционного процесса, точнее важнейшая особенность. Эволюционного процесса, преадаптивный характер. В очень многих случаях эволюция как бы забегает вперед. Явления еще нет, а приспособление к нему уже формироваться. Понятно, что тело драконечка и поведение драконечка, рота дракона, оказалось преадаптировано к огнедоходному. Преадаптированное за счет тренировки какой системы? Отрыжка. Отрыжка. Боевой отрыжки, то есть газовые пустолеты. Идея конесна, да? Да, значит. Так, ну защиту волки разобрали, фокусировку разобрали, пополнение газовой смеси. Так, ну а теперь давайте думать. Три тела, да? Есть центральное тело, есть два боковых тела. Как по-вашему, у всех трех одинаковая сложность с пищеварением? Или здесь некоторая неравномерность? Вообще-то единственный кишечник к какому телу? Ну, принадлежно. Центральный, то есть законный вход в кишечник из центрального тела, так? А два боковых тела, это просто такие два, две боковые приставки туда открывающие. Теперь давайте подумаем, проще из какого желудка попасть в кишечник? Из центрального. Значит, явление застаивания пищи. Скорее можно ожидать в каких желудках? В боковых. В боковых. А вот теперь смотрите, у вас есть вот такой тройняшник, который ползает, да? Как по-вашему, все три головы будут одинаковую пищу, с облимой, конечно, потреблять, или разную? Одинаковую. Думать? Разную. Разную. Центральная голова в основном на какую пищу будет сориентирована? На драконную. На ту пищу, которая нужна драконному телу, да? При переваривании этой пищи в кишечнике, переваренные фрагменты попадают в кровь, в переваренные вещества, и кровеносная система разносит по всему телу. А вот боковые тела? На более боковые. Легкую, тяжелую, или какую? Легкую переваренную. А откуда газы берутся в кишечнике? От окисления. А кислений. Там соляно-пислотой происходит. А разлагается? Разлагается по действиям чего? Случится. Если в желудочный соль. Случится по действиям. Заодно у человека метеоризм как-то уберется. Случится по действиям бактерий. Бактерий, бактерий, бактерий. Значит, бактерия, используя ту пищевую массу, которая оказалась в желудке, для своей цели, результат мышцной деятельности их является газа. Догадайтесь. А вообще, большое количество газов для драконщика оказывается вредным или нужным? Нужным. Нужным. У нас все три желудка со временем. Оказывается, имеют одинаковые задачи или две разные группы задачи? Две разные. Центральный желудок чем занимается? Обслуживанием, пищеварением самого дракона. Два боковых желудка. Газогенераторы. То есть, боковых голов в основном будут топать ту пищу, на которой лучше размножаются бактерии, производящие необходимые газы. Вот это понятно? Да. Отлично. Понятно, как решаются проблемы пополнения газовой системы. При этом, в основном огнедыханием, то есть в одинаковой степени, все три головы будут обладать огнедыханием. Боковые. В основном боковые. Можно ли вообще порцию газа загнать в центральную голову? Да. По идее можно, но достаточно хитрым путем. Что для этого надо сделать? Отлетение. А порцию газа сначала протолкнуть в кишечник до какого места? До встречи. До срастания всех трех, да? А уж затем, за счет перестальщики в центральную отделу кишечника, вытолкнуть в центральную голову. Ну и при этом все равно большим резервом газовой смеси для газовой атаки центральная голова обладать не будет. То есть у нас наметилась специализация голов. Огнеметная, а ниже газово-пистолетная, это какие головы? Боковые. Боковые, правильно. Центральная голова, нормальная голова нормального зверя, который нормально ест, так далее. Хорошо, улучшили. Ну и еще одну очень важную форму регуляции надо ввести. Когда пользоваться газовым пистолетом, когда пользоваться огнеметиком. Представьте себе, у вас протодракончик охотится где-нибудь в предгорной степи расистым утром. На всякую мелочь. Огнеметиком можно пользоваться? Почему? Потому что роса. Роса. Хорошо, а второй случай. Тот же самый дракончик во время засухи, в одни, в тех же самых приборях охотится. Огнеметом можно охотиться? Нет. Почему? Можно так сжать. Степной пожар, немедленный. Это понятно? Да. Ага. Значит, в результате специализация охотничьих холмов. Когда в каких-то случаях без зажигания газовая струя, с зажиганием огненная струя. При этом реально что могут сделать протодракончики при выдыхании огня? Сжечь противника? Нет. Сжечь противника? Нет. Ничего таким пакетом. Я же сказал, сквозь костер руку пронести можно, рука не горит. Испугать его? Да. Шокировать. То есть, на самом деле, это вполне закономерное продолжение той формы охотничьего поведения, которая складывается с газовым пистолетом. И что делает газовый пистолет с противником? Он его убивает? Нет. Шокирует. Только в данном случае шок оказывается не химическим, как афа-огоник. Проките внимание, мы получили не возникновение принципиально новых вещей, а плавное продолжение того, что уже имело место. Принцип сквозной адаптивности соблюден? Да. Соблюден принцип сквозной адаптивности. Как видим, даже такая, вроде бы, фантастическая штука хорошо вписывается. Вот не резко падает на готовую форму с небес, а понятно, как, откуда, на каком этапе, на каком основании может сформироваться в рамках изложенной нами модели.